Дорогие друзья, наверное все помнят Чеховское, как герои одной из его драм толковали в Москву, в Москву, в Москву. Одна из наших проблем заключается в том, что страна заселена крайне негармонично. Очень немного людей живет за Уралом, очень немного людей живет на Дальнем Востоке, и транспортная инфраструктура, она тоже у нас не в лучшем состоянии. Средняя скорость сейчас движения по Транссибирской магистрали это 16 км в час. Поэтому одно из главных тем послания Федеральному собранию, которое прозвучало 1 марта, заключается в том, что нам надо срочно менять инфраструктуру страны, нам надо срочно менять территориальную политику, политику заселения. Вы знаете, и вот здесь большое впечатление производит недавно вышедшая книга «Архитектура как инструмент конструирования будущего». Архитектура, понимаемая в широком смысле, понимаемая начиная от городского благоустройства и кончая магистралями. И вот по мнению автора этой книги, Дмитрия Евгеньевича Фисенко, который сегодня у нас в гостях, это главный редактор журнала «Архитектурный вестник». Так вот, по его мысли, архитектура движется от одной утопии к другой. У людей есть мечта, у людей есть представление о будущем, и это воплощается. Это воплощается в инфраструктуре, это воплощается в домах. Что воплощается сейчас, Дмитрий Евгеньевич? — Ну, так как мы говорили, что градостроительство и расселение — это инерционные процессы, то, в общем, происходит то, что происходило в последние десятилетия, а именно стягивание всех ресурсов в Москву. То, о чем вы говорите, там, в Москву, в Москву, вот это и деньги, и трудовые ресурсы, и материальные, все это стягивается в Москву и в Питер, два фактически города, мегаполиса. И в настоящее время возникает целый ряд вызовов. Ну, например, сейчас происходит, мы знаем, да, как Ориги там называл это, смена циклов накопления капитала в мировой гегемонии, когда вот центры силы, экономической прежде всего, смещаются с запада на восток, да, а именно вот в Тихоокеанский регион, да, Азиатско-Тихоокеанский АТР, страны АТР. Соответственно, наша страна, которая фактически стоит одной ногой в Европе, а второй в Азии, не может не реагировать на это. И если происходит вот эта крайняя ребалансировка, да, ситуации, то, в общем, это тренд, который должен быть переломлен. Нельзя это, видимо, переломить щелчком, да, в силу того, что, во-первых, процессы очень инерционные, ну, во-вторых, и у нас, в общем, ситуация в России дополнительно, да, вот связана с какими-то социокультурными кодами, да, что это затягивается все и доводится до крайности, до педали в пол. Дмитрий Дмитриевич, можно я с вами тут, вот прямо тут же не соглашусь. Вот когда я был студентом, то я к себе домой в город Уфу, ну, ездил раз в полтора, в два месяца, потому что был студенческий билет, он был достаточно дешевый. И аэропорт был такой, что не потолкнуться. Огромное количество местных линий. Вот сейчас прекрасный аэропорт, но он почти пустой. Самолеты летают в основном в Москву, по-моему, один рейс в Эмираты. То есть рейсов очень мало. И казалось бы, ну как же так-то, мы же, на это обращает внимание президент, у нас возникла огромная проблема с местными линиями. И так, как вы говорите, это яд же десятилетий. Ну, в чем дело? Смотрите, есть стремительное развитие. То есть, по сути дела, сейчас небольшой частный самолет, двухместный, шестиместный, это чуть-чуть дороже, чем престижный внедорожник. В чем проблема? А проблема очень простая. Берем Соединенные Штаты Америки. У них 19 тысяч аэродромов. Берем Россию. У нас 300. Понимаете? То есть, по идее-то, огромный ресурс. Люди хотят летать на самолетах. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что людей, которые умеют летать, очень мало. Сейчас российские компании испытывают огромные трудности. Они готовы платить по полмиллиона рублей в месяц, но пилотов все равно не найти на Боинге и на многое другое. Почему так? И знаете, ответ очень простой. Казалось бы, первый ответ. Ну, а самолет, это же нужны производственные мощности и все остальное. Вот вы мне говорили очень точные слова, что очень хорошо запоминать простые цифры. В 1944 году СССР произвел 44 тысячи самолетов. Это Крупнов Юрий Васильевич, по-моему. Да, да, понимаете, вот оно. То есть, по сути дела, здесь нет проблемы. А в чем же дело? А проблема очень простая. Когда Александра Третьего спросили, кто правит России, и столомачальники, и дроны, и региональную сеть останавливают наши несовершенства, наши законы, и наши бюрократы. Держать и не пущать. А вдруг вы залетите на президентскую трассу. То есть, понимаете, масса вещей, оно связано с тем, что мы вместо того, чтобы бежать, мы бежим в мешке. Поэтому я думаю, что, может быть, многое можно сделать быстро. И в этой связи хотелось бы понять, как, на ваш взгляд, что сейчас бы следовало сделать в сфере расселения. Я так понимаю, что сейчас, до обращения президента, реализовалась либеральная утопия. То есть, в программе 2030 пусть у нас будет, ну, не два города, пусть будет десяток городов, и к ним надо... 15-20 сейчас. 15-20. Агломерация. Да, гломерация, и к ним все должно стекаться. Я так понимаю, что сейчас обозначен другой тренд. Как его реализовать? Ну, прежде всего, нужно иметь образ будущего перед собой. И в этом образе будущего, конечно, одна из составных частей – это реанимация вот того индустриального каркаса, который был выстроен и который был фактически разрушен в последнее время, в последние десятилетия. А именно нужно определить те точки роста, которые могли бы, наверное, эти точки роста так или иначе корреспондируются с тем основанием, которое было заложено в советское время. А именно аэрокосмическая промышленность, приборостроение и так далее. Вот те точки роста, которые, понятно, на новом высокотехнологическом уровне. Я говорю, что вы говорите сейчас исключительно хромольную вещь, что Россия должна что-то производить, кроме нефти и газа. Ну, конечно. Мы просто не самодостаточные, не суверенные, не субъектные стали. До тех пор, пока у нас нет сильной промышленности. То есть начинать нам, на самом деле, тем не с индустрицией. Я приведу один пример. Вы знаете, вот из мукомольной промышленности. Дело в том, что мы, как до революции, Столыпин об этом говорил, везли зерно на Запад, так сейчас мы везем в Турцию. И в Турции обрабатывают его. А там зерно при обработке имеет длинную цепочку добавленной стоимости. Вот лизин, там клейкови и так далее. Да, да, да. Там, по-моему, 5, 6, 7, по-моему, составляющих. Так вот, мы отвозим зерно в Турцию, потому что у нас нет элеваторов, нет мощности по обработке. И они продают то, что они делают из нашего зерна, на 5 миллиардов в год. 5 миллиардов долларов в год – это треть от того, что мы продаем, значит, ПЗРК, значит, там, СУ, там, и так далее, да. Вот это мы продаем на 15 миллиардов, а турки продают на 5 миллиардов нашего, понимаете. Вот, и я как-то, у нас есть такой кружок по расселению, вот, и мы, значит, обсуждали это, и я задал вопрос специалистам, там был такой государственный советник 1-го, значит, класса и 3-го класса. 1-го класса мне сказал, да что, там просто нужно освободить предпринимателей. Вот его как бы был. Вот. А 2-й, значит, сказал 3-го класса. Он сказал, что, да просто при этой модели ничего экономического невозможно. Я говорю, ну как же, ну вот есть Бабкин, да, есть, как бы, сельхоз машиностроения, которое получило от Минпромторга, получило, значит, субсидирование, по-моему, да, там ставок, там, да, кредитных и так далее. И они, в общем, заметны прирост за последние несколько лет. Ну, разве нельзя то же самое, например, с мукомольной, мы взяли, просто выдернули одну из ниточек, да, из этого клубка. Ну, ведь есть не менее важная, наверное, более важная, да, та же аэрокосмическая сфера или приборостроение, да, которые фактически были уничтожены. А индустрия, ведь это же целостный комплекс. Индустрия, наука, образование, да, это же нельзя развивать сколково, когда ты не имеешь, значит, выходов, да, не имеешь индустриальную, как бы, составляющую, с которой должно быть связано, да, вот. И, соответственно, значит, это потянет за собой и регенерацию, да, вот этих самых научного комплекса, образовательного и так далее. Поэтому это целостная вещь. Но мы заговорили о том, что необходимо переориентировать, да, вот систему расселения в направлении, ну, известно, что транссип у нас, как вы сказали, да, там средняя скорость, там, да, 16 км в час. Да. Вот мне, у нас один мой коллега экспертировал только что концепцию развития, значит, Приморья, и там, значит, среди прочего выяснилось, что японцы, они заинтересованы в том, чтобы из Владивостока, через Уссуриск, через Транссип, да, вузы, грузы перевозить в Европу. Японцы, ну, помимо корейцев, китайцев, да, 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 японцы, японцы, они, значит, попробовали по Транссибу, у них было две ходки, и, в общем, они оказались неудовлетворены, вот, видимо, той самой скоростью, той самой, значит, инфраструктурой обслуживания и так далее. То есть, понятно, что перевозка, в общем, не может заменить индустрию, не может заменить промышленность, но, тем не менее, это один из факторов. Вы помните же, вы часто упоминаете теорему Переслегина, да, что развитие территории, которые лежат по, не в самом центре, так скажем, они должны их предварять, предварять это развитие, должно развитие транспортной инфраструктуры, а иначе они включаются в чужие контуры просто, управление и развитие. Вы знаете, здесь действительно ситуация, она фантастическая. Мы говорим, что Китай очень много продает, но Китай очень много покупает. В 2018 году Китай планирует купить в Европе товаров на 8 триллионов долларов, не миллиардов, триллионов долларов. Значит, в цене этого товара от 30 до 50 процентов, это как раз стоимость перевозки. То есть, если бы, допустим, мы берем 30 процентов, представьте, себе, что это, если бы весь поток шел через Россию, то это, ну, по крайней мере, 2,5 триллиона долларов. Наши экономические мощности, наша транспортная инфраструктура сейчас такова, что мы можем принять 0,3 процента от этой суммы. Не половину. То есть, по сути дела, начать и кончить. Причем, есть масса интересных вариантов, современных вариантов, потому что строительство железных дорог, ну, вообще, хорошо было бы их построить 100 лет назад. Ну, во-первых... Ну, Трансиб был построен. Конечно, но сейчас-то иные потоки. Так вот, например, один, одна из вариантов, то, что называется вакуумный транспорт, когда контейнеры по вакуумной трубе, которая на самом деле оказывается дешевле, чем высокоскоростная дорога, которую, например, будут строить между Казани и Москвой, или не будут строить, но она позволяет иметь сквозь 6300 км в час. Имея такую инфраструктуру, это был бы совершенно громадный геополитический фактор. То есть, по сути дела, всю Россию через за 2 часа груз, грузы бы. Понимаете? Но, к сожалению, мы вновь имеем дело с устаревшими решениями. Вот, например, РЖД толкует о том, что, знаете, у нас большие поезда, их сейчас толкают 3 локомотива. А может быть, давайте сделаем еще больше, и в бухте будет толкать 4 локомотива. Понимаете, нужно действительно новые решения. Вот в этой связи, давайте посмотрим на хороших учеников. А какие-то страны решали подобные вопросы? Или мы уникальны? Ну, известно, что, если говорить о высокоскоростном транспорте, то в середине 60-х годов пионерами были японцы. У них линейная структура, и у них, конечно, линейная структура как бы расселения. Да, и, соответственно, транспорт, вот, они как бы начали высокоскоростную... Проблемы высокоскоростного транспорта они озаботили в 60-е годы. Китайцы в последние десятилетия, во Франции, да, мы знаем, вот это Тренагранд Витес, да? Когда китайский поезд идет со скоростью 450 км в час, это впечатляет? Ну, в Америке, например, этого нет. У них есть там одна линия, по-моему, там, бостонская, она... там средняя скорость 180 км, там совсем другое. Они как бы не озаботились этой проблемой, они посчитали, они очень, там, считают деньги, да, американцы лучше, чем кто бы то ни был, а они, в общем, отказались от идей высокоскоростного транспорта. Вот, в нашем случае, значит, вот по оценкам экономистов, вот эта трасса Москва-Питер, она должна окупиться, по-моему, там, называется, 15 или 20 лет, и это очень хороший результат, считается. Но дело в том, что, понимаете, если считать окупаемость транспортной инфраструктурой, тогда нужно и канализацию считать, вот канализация окупается она или не окупается, понимаете? Вот, и, соответственно, исходить из этого, делать канализацию или нет, понимаете? Мне кажется, что вот этот экономический, как бы, приоритет, он должен быть уравновешен целым рядом других геополитических, геоэкономических приоритетов. Нет, понимаете, ведь на самом деле... Социокультурных, наконец. На самом деле, помните Маяковского? Я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда такие люди в стране советской есть. То есть, ощущение того, что это наша земля, что это наша страна, что мы живем не на черно, а живем набело, оно очень дорогого стоит. И, понимаете, вот если мы посмотрим на США, при всех недостатках и все прочее, это страна провинции. То есть, мы есть масса городов, где возможности человека, жизненной траектории не сравнимы с тем, которые, скажем, в том же самом Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго. А мы, тем не менее, остаемся страной столиц. Поэтому, мне кажется, что нашей утопией должно быть, чтобы мы тоже стали страной в огромной степени провинции. Чтобы, вообще говоря, во многих городах, чтобы у нас появились, скажем, много, появились еще миллионники, появились населения, огромное количество городов, 50 тысяч, 100, и в них было удобно, комфортно, красиво. Ну вот, мы опять затронули эту проблему, связанную с малыми городами, вот с теми городами-трехмиллионниками. Вот города-трехмиллионники, о которых говорит Олег Вадимович Григорьев, и вот, по-моему, ваш коллега Шупер, да, о том, что в России не хватает для запуска экономического роста, не хватает, он, по-моему, называет четырех-пятимиллионников, не суть. Вы знаете, у меня как-то был разговор, как-то я читал лекцию в Марше, и директор Марша Никита Токарев. Это Московская архитектурная школа. Да, и директор Марша мне сказал, что ты все сравниваешь вот там с Америкой, с Германией, вот отсутствие у нас трехмиллионников, и как раз Москва и Питер, оказывается, выпадают вот в этой кривой, да, у нас нет, в Советском Союзе были Ташкент, Киев и Баку, трехмиллионники, и таким образом разрыва в этой кривой, как бы разрыва в этой последовательности не было. Вот, а что ты, говорит, сравниваешь с стороны, возьми вот Бразилию. Вы знаете, я взял. Ситуация с Сан-Пауло и с Рио-де-Жанейро абсолютно такая же. 11 миллионов Сан-Пауло, 6 миллионов Рио-де-Жанейро, Москва, Питер, да? 4 трехмиллионника, там есть 4 от 2,2 до 2,8, там, Ретифи, Куретиба, там, я не помню. Да-да. Вот, то есть, пожалуйста, вот кейс Бразилии, что называется, то есть не обязательно это братьев, но если взять, наверное, Нигерию, я не проверял, но с Логос, который растет, да, наверное, там есть вот те, кто тамагавк вокруг метают и Логос, да? Вот, наверное, там есть вот такой разрыв такой колоссальный. Вот, но мы движемся в этом направлении, мы совершенно последовательно идем вот в сторону Логоса и провинции, или, как Андрей Ильич Фурсов говорит, Кеншаса там, значит, и остальное. Там же есть... Вообще все это, как бы, если вспомнить одну из последних работ Андрея Ильича Фурсова, такого известного историка и социального философа, он говорит о том, что, рассказывает о том, что вот та модель, которая была предложена тогда же, когда Фукуяма выпустил свой «Конец истории», такой японец Омая выпустил книгу, которая называется «Конец национальных государств и, значит, и мир экономики». Понятно. Мир, мир, то есть государство экономики, или регион государства, которая фактически, эта модель сводится к тому, что он называет этот Омая в своей книжке середины 90-х годов, по-моему, 120 вот таких городов-государств, которые, регион-государств, которые фактически являются центрами, вот, как бы, расселения золотого миллиарда. Понятно. Они имеют вокруг, значит, целый ряд городов, значит, которые их защищают. И обслуживают. И обслуживают. А остальное это инферно. Это территории гибридных войн, это нищеты там и так далее. Фактически мы движемся к этому. Москва, вокруг, значит, вот этот бастион этих городов, Нижний Новгород, Владимир, Рязань, значит, то, которые защищают его от остальной стороны инферно. Может быть, с точки зрения расселения Японии, эта модель действует, или с точки зрения Сингапура, Люксембурга. Но с точки зрения России гигантская территория, где 65 тысяч граница сухопутная и водная, где, значит, как мы помним, несколько человек, 8 человек, по-моему, на квадратный километр средний, а есть, скажем, автономная округа Чукотский, где 0,1 человек на квадратный километр. Эта модель, по которой мы движемся, вот эта Амая, регион государства или регион экономик, называется, она фактически самоубийственна. И мы продолжаем двигаться по этой модели. Москва и Питер, вот эти самые, регион государства, включенные в как раз в кривые зависимости, ранг, размер глобальных городов, а вся остальная территория, это инферно. Да, Виктор Ильич, как изменить, как свернуть с этой траекторией? На самом деле, я так понимаю, что судя по посланию федеральному собранию, эта проблема, по крайней мере, обозначена. Сказано, что нужно говорить о малых городах. Вы понимаете, президенты принимают политические решения, а как, фактически-то, как это сделать? Ну, прежде всего, сейчас в Минэкономразвитии занимаются схемой стратегического пространственного планирования, так называемая стратегия пространственного развития СПР, РФ. И прежде всего должны быть расставлены приоритеты. Кроме того, в нынешней ситуации Академия Глазев говорит о том, что необходимо создать комитет по стратегическому планированию. Я бы сказал, что дополнил бы, что этот комитет должен называться комитет по стратегическому планированию, городостроительству и архитектуре. Причем стратегическое планирование нужно понимать как социально-экономическое и пространственное планирование, вот те две половинки вот этого образа будущего, которые должны видеться. Если говорить о конкретных шагах, помните, мы говорили о точках роста, то есть зоны роста, которые должны быть определены на карте страны. И, соответственно, вот эти все. А что бы вы выбрали? Допустим, мы с вами, допустим, вот президент нас послушал, будущее правительство нас послушало. Где вы видите следующие трехмиллионники? Вы знаете, это очень сложный вопрос. Я частично касался его, есть 15 городов-миллионников у нас, и еще там, откуда родилась цифра 15-20, это 15 городов-миллионников страны, и еще пять, которые приближаются со своими, как бы, со своей, ну можно сказать, периферией, там, ну, например, там Иркутск, Шелих, Авангард, там, значит, это как раз около миллиона у Солья-Сибирска, вот, еще пять. Там есть, значит, такая как бы диаграмма, где есть население города, население, значит, агломерации, население всего региона. И вот есть несколько городов, ну, например, Екатеринбург и Ростов, где соотношение, значит, населения это около миллиона, там, миллиона двухсот, миллиона, по-моему, шестисот, значит, что касается агломерации, это около, там, чуть меньше трех, и региона четыре, но вот Москва, ой, Ростов и Екатеринбург, или лучше сказать Екатеринбург и Ростов, они оказываются, но вряд ли можно только по этому параметру, это лишь один из срезов, по которому можно было бы определять. Там же, например, ясно, что нам необходимы порты, значит, вот эти... Безусловно. Да, значит, ясно, что эти точки, они оказываются точками роста. Вот, естественно, нужны, как бы, индустриальные, да, зоны, помните, мы говорили, аэрокосмические, да, вот, приборостроение и так далее. Электроника. Электроника, которая фактически, робототехника, мы были в 85-м году вторыми после японцев по робототехнике. Где мы сейчас там? Да, да, это очень важный момент, потому что на 10 тысяч работающих в мире сейчас приходится 69 роботов в среднем, в Южной Корее 540, а в нашей стране два. Это недопустимый разрыв, потому что робототехника это качество продукции. Кроме того, это возможность очень интенсивной работы, гораздо более интенсивной, чем то, что могут люди. Ну, а самое главное, к сожалению, вот те люди, которые пишут у нас многие документы, они просто не в курсе дела. Они полагают, что роботы будут вытеснять людей из сферы производства. Но вот сейчас проведено было исследование американской и немецкой автомобильной промышленности. Ну, в частности, американская автомобильная промышленность с 2010 по 2015 год, она купила 80 тысяч промышленных роботов. Казалось бы, люди должны уйти, а нет, численность занятых в этой промышленности выросла на 240 тысяч человек. Другое количество продукции, другой объем продаж, но опять же, эти роботы же надо настраивать, налаживать. То есть, пока тенденция другая. Понимаете, и когда, например, высшая школа экономики толкует, что у нас индустриальное развитие в прошлом, а сейчас будет экономика услуг, это огромная ошибка. Поэтому на самом деле я понял вас следующим образом, что нам надо отчасти на новом уровне осуществить индустриализацию. И это потянет и новые города, и новые транспортные пути. А главное, самое важное, нового человека. Человека, который полагает, что мы можем это сделать. Что завтрашний день будет гораздо лучше сегодняшнего. Что касается малых городов, у нас есть еще время? Да. Что касается малых городов, то ведь и поселения. Ведь, понимаете, в России была, система расселения складывалась таким образом, что малые города являлись являлись центрами крестьянского мира. И когда человека из села спрашивали, откуда он, он всегда говорил, что он называл не свое село, а он называл малый город. Этот малый город, города, сейчас это можно называть центрами обработки сельхозпродукции. Да, или агропродукции. Понимаете, ведь это же речь идет о национальной безопасности, о продовольственной безопасности страны. Ведь вот до, по-моему, кризиса, до 2014 года, если я не ошибаюсь, у нас, мы не выдерживали показатели безопасности продовольственной ООН, по-моему, там 20 или 25 процентов. У нас эта цифра составляла, по-моему, что-то около 40. Москва и Питер 80 процентов. То есть они оказывались несуверенными с точки зрения, вот как бы, и с точки зрения просто продовольственной безопасности. Сейчас последние десятилетия сделаны, последние несколько лет сделаны большие шаги, агрокомплексу стали уделять внимание. И помните, и сельхозмашины тоже, сельскохозяйственное машиностроение стало развиваться. Но этого недостаточно. Мы все равно остаемся, в общем, и с этой точки зрения. Ведь у нас и семенной фонд, и так далее. Да, оказывается, что мы вынуждены закупать это все. И в этой связи у меня, пожалуй, последний вопрос. Знаете, я с удовольствием просматриваю у вас журнал. Знаете, я выхожу на улицу и вижу, что коробки, ну, либо очередное перекладывание бордюр. Я читаю у вас журнал и вижу, боже ты мой. Но ведь есть действительно талантливые архитекторы, яркие, прекрасные дома. И я понимаю так, что среди тех изданий, которые профессиональные, которые издаются, но это издание одно из самых оптимистичных. Поэтому у меня огромный вопрос. На чем основан ваш оптимизм? Ну, оптимизм это громко сказано. Я считаю, что нужно выстраивать образ будущего, а все остальное приложится. И выстраивать свою субъектность, которой мы были лишены последние десятилетия. И если эта субъектность будет выстроена, если образ будущего будет... А образ будущего это идеология, это ценности, это то, что, ну, так скажем, запрещено нашей Конституцией, да, Ельцинской. Но на самом деле эта идеология, она растекается. Та идеология, которая была внедрена, да, в мир с тачеризмом и эрегономикой, да, с появлением с конца 80-х годов, она фактически на своей волне, как бы, разрушила Советский Союз, да, и затем она в мире уходит, это на ее либеральные идеологии. То есть на самом деле я понял, что ваш оптимизм основан на том, что вы значительно имеете, живете в будущем. И вы знаете, и как я бы завершил следующими словами. В свое время блаженный Августин говорил, прошлое прошло, настоящее эфемерное, и следует думать прежде всего о будущем. Вы знаете, я думаю, что это очень важный призыв. Я думаю, что нашим зрителям тоже следует надеяться на наше будущее и приближать его. Спасибо. Спасибо вам.